Вечером спокойным, тихим лягушата да жирафы, две семьи в составе полном находились в доме, дружно время проводили за полезными делами. Дети с радостью общались, в игры разные играли, тут друг друга догоняли, мячик по полу катали, то читали, танцевали. Гоша, Нюша и Маркуши было весело, не скучно. Папа Кеша с папой Яшей в комнате сидели, интересную программу по телевизору смотрели. Про красивый океан, про страны необычные, про далекие края, о жителях их чудных. Говорили, обсуждали о планете нашей, что где-то круглый год зима, а где-то постоянно лето. Планы строили они, думали, решали, что им сделать для того, чтоб однажды детки мир увидели прекрасный, посетили страны разные. В это время, когда дети в своей комнате играли, а мужчины за беседой были заняты при деле, мама Даша с мамой Стешей занимались рукоделием. Мама Стеша подшивала на машинке швейной тряпочку красивую красную салфетку. Нравилось ей очень шить изделия разные, ими она с радостью дом свой украшала. Мама Даша в это время платок крючком вязала, захотела непременно, чтобы был он красным, чтобы ярким был и тёплым, чтобы с белой окантовкой, чтобы был прекрасным. «Ой, смотри-ка, Стеша!» — сказала мама Даша. «Мы с тобой сегодня прямо в одной гамме. Ты с салфеткой красной, ну и я ведь тоже». Шарф связала Кеша с красными полосками. «И себе платок вяжу красный, чтоб по цвету, чтобы с Кешей мы вдвоём были в одном стиле». Мама Стеша посмотрела на свою салфетку, а потом на шарфик Даши, что связала папе Кеши. На платочек посмотрела, улыбнулась Даша и сказала ей в ответ тихим, добрым голосом. «Правда, Даша, интересно, как с тобой сегодня мы вместе трудимся прекрасно, да ещё и выбрали цвет мы одинаковый». Стеша подняла салфетку, посмотрела на неё. «Кажется, она закончила работать с этой вещью», — показала маме Даше. «Даша, посмотри, ну как тебе моя работа? Вроде получилось хорошо, мне кажется, отлично вышло». Отложив платок в сторонку, Даша к Стеше подошла, посмотрела на салфетку и сказала ей в ответ. «Стеша, ну какая красота, отличная работа! Да, скажу-ка я тебе, рукодельница ты замечательная! Вон какие строчки, всё как по линейке, аккуратно, ровненько, получилось здорово!» Мама Даша всё хвалила маму Стешу за работу и салфетку так и этак со всех сторон разглядывала. Мама Стеша засмущалась от приятных слов подруги и сказала ей в ответ. Благодарность выразила. «Даша, захвалила ты меня, но скажу тебе я честно, мне приятна похвальба, я старалась очень сильно. И тебе скажу, подруга, что у нас ты мастерица, посмотри на свои вещи, как их хорошо связала, Поработала крючком, как волшебной палочкой, создала ты красоту, шарфик и платочек. Твои вещи прямо чудо, ты такая молодец, мастерица золотая, ведь не каждый так умеет. «Ой, благодарю я, Стеша, за слова приятные, думаю, и Кеша мой оценит труд мой, шарфик». «Ну, конечно же, оценит!» — Стеша Даша так сказала. «А пойдём и им покажем всё, что сделали с тобой мы». Даша свой платок на плечи повязала с радостью и сказала в ответ Стеши. «Пойдём, покажем нашим близким всё, что мы с тобой сделали». Встали, взяли свои вещи, Стеша красную салфетку, Даша шарфик, что для Кеши, и пошли они к мужчинам показывать свою работу. Подошли и демонстрируют, счастливые, довольные, ведь им очень нравилось самим творить шедевры. «Кеша, посмотри сюда ты!» Так сказала мама Даши, обратившись к мужу Кеши. «Посмотри-ка ты сюда, что я тут связала. Шарфик новый для тебя, а для себя косынку. Будет нам с тобой тепло в дни, когда прохладно, Ведь вязала я с любовью, чтоб приятно было. А ещё ты посмотри, как похожи вещи. Шарфик с белой полосой и косынка с белым кантом. Вон, какая красота! Получилось, право! Вместе ведь с тобой всегда славная мы пара! Папа Кеша счастлив был получить такой подарок. Шарфик быстро повязал и сказал жене спасибо. «Даша, ты такая молодец! Мастерица, рукодельница, Как приятен мне сюрприз! С удовольствием носить я буду!» Тут и Стеша начала показывать свою салфетку, Папы Яше объяснять, Как красиво всё подшила, Подчинила, обновила. «Яша, посмотри сюда, Что сегодня сделала! Я салфетку подшивала, Чтобы вид был идеальным!» Папа Яша маму Стешу С удовольствием хвалил, Нежно обнял он жену, Чтобы было ей приятно. «Дорогая Стеша, Я тобой горжусь! Вещь вновь стала новой! Ты такая молодец!» Так они сидели, Общением наслаждались. Маму Дашу с мамой Стешей, Папа Кеша с папой Яшей Словами добрыми Отдаривали. Тут и Нюша прибежала, И Маркуша прискакал, Стали бегать вокруг рядом, Тоже мам они хвалили. Нюша к маме прибежала, Взяв салфетку с её рук, Стала мерить на себя, Говорить скорее стала. Мама, мамочка моя, Как красиво получилось! Будто новая салфетка, И не видно, где прошита. Можно мне укрыться ей, Как будто одеялком. Ой, немного маловато, Видно мои ножки. Нюша на полу леглась, Взяв подушечку с дивана, И салфеткой накрылась, Будто тёплым одеялом. Лежит и отдыхает, Как в своей кроватке. «Мама, Может, мне сошьёшь? Ты одеялка новая, Чтоб как эта же салфетка, Только чтоб была побольше. Видишь, ножкам не хватает Не укрыться полностью. Ой, красивая какая, Только маленькая очень!» Мама Стеша засмеялась, Погладила дочурку И сказала своей Нюше Добрым нежным голосом. «Нюша, Нюша, Ах, малышка, Девочка смешная, Милая, У тебя есть одеялко, Для чего тебе другое? Знаешь, Что я для тебя сошью? Юбочку пушистую, У меня есть ткань красивая, Думаю, тебе понравится!» Нюша подскочила, К маме подбежала, Так она обрадовалась, Что она сказала. А потом к Маркуше Подбежала быстро, Начала скорее О юбочке рассказывать, О салфетке маминой, О её задумках, Так хотелось поделиться Маминой затеей. «Ой, Маркуша, Посмотри на мамину салфетку, А ты знаешь, Что она может шить мне юбочку!» И Маркуша посмотрел На Нюшу и на маму Стешу И скорее заговорил, Обернувшись к маме Даше. «Мама, мама, посмотри! Тётя Стеша, Мама Нюши, Хочет юбочку ей шить, Пушистую, красивую!» А потом он повернулся, К Нюше снова обратился И сказал он ей быстрее, Что он рад и тоже хочет, Чтобы мама, тётя Стеша Что-нибудь ему бы сшила, А то как он будет рядом, Если Нюша в новой юбке? Мама Даша засмеялась, Слушала весь разговор детишек, А потом сказала сыну, Чтобы он не волновался, Что она возьмёт и свяжет Новый шарфик для Маркуши, Чтобы был бы он, Как у папы, И подсвет косынки маминой. И, услышав это, Лягушонок начал прыгать. Так обрадовался он, Что и у него обновка будет. Побежали наши детки Вслед за мамами своими. Так они хотели получить Свои наряды. А продолжение сказки Смотрите в следующей серии. Смотрите в следующей серии. Смотрите в следующей серии. zneoo. Продолжение следует...